Посадить деревья вдоль дорог республиканского значения, а именно по трассе Астана-Щущинский, Астана-Караганда, поручил президент. Главе государства доложили о мерах по озеленению регионов страны, а также состоянии развития лесопосадки и зеленого пояса столицы. Нарсултана Назарбаева проинформировали и о результатах исследования и подготовке лесопригодной почвы для дальнейшего озеленения в процессе посадки растений и адаптации животных на территории зеленого пояса. Президент отметил, насколько важно облагораживать и городские парки, а также продолжать строительство ботанического сада на левой береже Астаны. Глава государства поручил создать условия для выращивания в нем всех видов растений и деревьев, в том числе и экзотических. С 1997 года общая площадь лесопосадок составляет 78 тысяч гектаров. К 2020 году дойдет до 100 тысяч. Из них 15 тысяч в городе, остальные за пределами. В этом году где высажено еще 5000 гектаров? В этом году мы 5175 гектаров высадили. Большая часть из них вдоль трассы до Шорт-Анде. В этом должны принять участие областные лесничества. Да, они участвуют. Там высажено 1800 гектаров. Сейчас готовят еще 754 гектара. Это значит, лес Астаны соединится с Бурабаем? Уже сейчас соединен. Сегодня еще 757 гектаров земли готовим. Мы их соединим в 2019 году. Проект уже готов. Сейчас какое качество состояния высаженных деревьев на этих 78 тысяч гектаров? Когда мы сажали, мы посредине оставили место. Туда мы хотели посадить сосны и березы. По вашему поручению, которое вы дали в 2012 году, на 7500 гектаров земли, которые находятся на балансе министерства, мы сажаем эти деревья. С 2012 года мы посадили 1500 гектаров. В год мы сажаем 300 гектаров. А в сторону Ильинки, Хоши, Кургалжино, Павладара мы будем сажать в год 500 гектаров. По вашему поручению, мы планируем посадить 100 тысяч гектаров к 2023 году. Еще на 11 тысячах гектаров земли до 2020 года сделаем проект и обработаем. Если мы эти 100 тысяч гектаров посадим, то этого леса хватит для Астаны. Животные завелись в лесополосе? Лоси появились в прошлом году. Были кое-какие трудности. Семьи речи, это прижилось, это фазан. Божьи льды, Ереминтау-Дамбастап. Но Султан Абишевич, здесь в свое время от Ереминтау до Шуртанды была популяция фазанов. Вы сами знаете, что зайцы даже в городе бегают. Напомним, что создание зеленого пояса является инициативой главы государства. За 20 лет площадь возникших лесонасаждений превысила 78 тысяч гектаров. Благодаря деревьям и кустарникам в главном городе страны стало меньше пыли и ветра. В перспективе планируется соединение зеленой зоны столицы с лесами Ак-Кольского района Ак-Молинской области. К тому же создание зеленой зоны привело к увеличению числа и росту разнообразия местной фауны. Для улучшения экологической ситуации в стране президент поручил рассмотреть вопрос дальнейшего развития лесного хозяйства.